Опять этот геморрой идет. При виде идущего в свой кабинет Виктора сотрудники отдела аналитики с мрачными лицами разошлись по своим рабочим местам. Вышеназванный человек неизменно вызывал только одну реакцию – раздражение и гнев, ни о какой симпатии или подобии авторитета не было и речи. Всему виной был характер Виктора – наглый, себелюбивый, уверенный в своей правоте и неотразимости. Последняя черта вызывала дрожь. Со стороны сотрудниц начальник не терпел возражений и отказов, особенно в тесном общении. Самые симпатичные сотрудницы пали под его неуемным натиском, о чем никто не смел говорить. Но по заплаканным красным глазам и смущению, которое временами проявлялось на лицах, становилось понятно, что очередная несчастная сдалась под угрозой увольнения или шантажа. «Пиши хоть самому президенту, никто ничего мне не скажет и не сделает», – внушал Виктор молоденькой бухгалтерши, с которой накануне провел ночь. Она недавно вышла замуж, обладала привлекательной внешностью, и этого было достаточно, чтобы заставить девушку уступить его наглым притязаниям. «Ладно, Катька молодая, с ней хоть понятно, а какого дьявола ему нужно было принуждать к связи Надежду Александровну», – недоумевали сотрудники. Женщина, о которой они говорили, работала старшей кассиршей и была на добрый десяток лет старше Виктора. Ее он обхаживал почти три месяца, убеждая в том, что он не такой подлец, каким его выставляют. На деле все оказывалось намного хуже. Кое-кто шептал, что Виктор, чтобы замять скандал, вместо отступных для недавней жертвы, сам потребовал у нее денег. И зачем ему столько, удивлялись те, до кого дошли подобные слухи. У него ведь и так бабок куры не клюют. Жил молодой начальник отдела на широкую ногу, и вел себя так, словно имел дело с личными рабами, а не с сотрудниками. Все, кто хоть как-то пытался поставить его на место, таинственным образом вскоре начинали утверждать обратное, и в один голос говорили, что Виктор ангел воплоти. И его все не так понимают. Работал он тоже не ахти как. Полмесяца болтался в офисе, полмесяца брал отгулы. Зато на всех отчетных мероприятиях и бумагах всегда входил в число тех, кто показывает максимально высокие КПД, и есть даже перевыполнение поставленных перед отделом задач. В чем нельзя было отказать молодому начальнику, людей он умел подбирать мастерски. Виктор не доверял работникам из отдела кадров и лично проводил встречи с кандидатами на те или иные вакантные должности. Зато таким шагом он убивал сразу двух зайцев, находил отличных исполнителей и молчунов, не способных идти против его решений и действий. Правда, однажды случилось то, что привело его к непредвиденному краху. «Думаю, Луиза, мы с вами отлично сработаемся». Виктор постарался придать своему голосу нотки любезности, глядя на сидящую перед ним молодую женщину. На вид ей было около тридцати, стройная с классическими чертами лица и большими миндалевидными глазами. Он с некоторой алчностью бросил взгляд, в скромный вырез ее блузки. «Да, там было бы на что посмотреть, не будь кандидатка на должности старшего аналитика, настолько пуритански настроенной». «Ну ничего, времени у нас еще валом», – успокоил себя мысленный Виктор и, приветливо улыбнулся новенькой. «Вы можете приступить к своим обязанностям на этой неделе. У нас просто отчеты горят». На лице начальника играла самая радушная, располагающая к себе улыбка. Луиза даже подумала, что ей в кои-то веки повезло встретить настолько приятного шефа и улыбнулась в ответ. «Разумеется, Виктор». Она забыла его отчество и Виктор быстро принял решение. «Можете обращаться ко мне просто по имени», – проговорил он. «Мы все-таки не настолько различаемся по возрасту. Можно уточнить ваше семейное положение. Я не успел толком ознакомиться с вашей анкетой». Но удивленный взгляд сотрудницы он принял озадаченный вид. «Видите ли, у нас такую должность обычно занимают семейные, состоявшиеся в жизни люди. Молодежь либо слишком ревностно следит за чужими успехами, либо воспринимает позицию аналитика просто как временный пункт пребывания, если можно так выразиться». А, Луиза вздохнула с облегчением, но ее лицо тоже приобрело серьезное выражение. «Я вдова», – коротко ответила она. «От умершего мужа остались двое детей, воспитываю их одна. Поэтому мне очень нужна нормальная работа, с четким графиком и условиями, чтобы не было никакого двойного дна и двойственных требований». «На то и отдел аналитики, чтобы не было того, о чем вы говорите», – рассмеялся Виктор и кивнул. «Думаю, мы поняли друг друга. Жду вас на этой неделе». Обрадованная его словами Луиза быстро вышла из его кабинета, а остальные сотрудники начали делать ставки. Сколько времени потребуется Виктору, чтобы сыграть с новенькой в свою любимую игру?» «Думаю, за полгода уломает», – уверенно говорил Гена, отвечавший за программное обеспечение работы отдела. «А что так долго», – усмехнулся Николай, его коллега. «Думаешь, почему-то мне кажется, что она его обломает», – задумчиво проговорил Антип, в обязанности которого входил технический перевод документов на иностранные языки. «Да ладно, он даже почти пенсионерку развел на интим, а эта вообще молодая, пусть не девочка, но все равно намного моложе. Скепсис и гений было не занимать». «Я вообще не понимаю, зачем спорить на такие вещи», – раздраженно отозвался Антип. «Вам бы понравилось, если бы про вас так говорили, даже не зная, кто вы». «Зачем нам знать, кто она, если мы знаем, кто такой Виктор?» – усмехнулся Николай. «Ладно, посмотрим. Как говорится, война план покажет». Через два дня Луиза вышла на работу, и Виктор устроил общее собрание, чтобы познакомить новенькую с остальными сотрудниками. Женщина себя чувствовала не в своей тарелке, под оценивающими взглядами старожилов, особенно мужчин. Однако время шло, и сотрудники стали привыкать к тому, что Луиза свою работу знает на пять с плюсом. Она легко находила неточности и ошибки в отчетах других отделов, по кривым и цифрам находила нужные решения для расчета бизнес-кейсов и ставила достижимые планки для продажников, которым очень нравился такой подход. Вот к Луизе заходишь и понимаешь, что она не с потолка цифры берет, сразу посадит перед собой и объяснит, откуда и что берется, какой будет или должен быть результат. Когда объявили итоги квартального голосования на местах продаж, все отметили, что считают Луизу лучшим специалистом при работе с полевым сегментом. Для наших новеньких ее обучающие мероприятия планы и отчеты по аналитике продаж такие, что даже самые дремучие легко все понимают. Луиза создала программу, которая позволяла выстраивать планы продаж с минимальным участием полевого сегмента. И от этого инструмента отдел продаж был в полном восторге. Виктору стал звонить генеральный директор, который интересовался работой Луизы и радовался тому, что у Виктора такое отменное чутье на профессионалов. «Я всегда знал, что ты умеешь выбирать людей», – рассыпался в похвалах генеральный. «Только твой отдел и продажники показывают положительную динамику. С остальными у нас картина получается не такая радужная». Виктор решил, что дал Луизе достаточно времени, чтобы она привыкла к нему, как к начальнику. После первого новогоднего корпоратива мужчина предложил Луизе подвезти ее до дома. Этим он рассчитывал выполнить сразу несколько задач – прощупать почву на предмет доступности подчиненной, узнать, где она живет и попробовать воспользоваться тем, что на дворе праздник, а ей нужно кормить семью, пока она работает под его началом. Однако планом Виктора не было суждено сбыться. Луиза решительно отказалась ехать с ним в одной машине и вызвала такси, не сказав ни слова остальным сотрудникам. Пока она ехала к себе домой, ей стали названивать, на что женщина спокойно ответила. «Ребята, у меня отбой, я должна уложить детей спать и хочу отдохнуть. Так что всех с наступающим и хороших выходных». После этого Луиза повесила трубку и не стала отвечать ни на один звонок. Виктор разозлился, ведь прошло уже без малого семь месяцев, и он ни разу не был с ней наедине. Пора было переходить к более активным действиям, что и планировалось сразу начать после Нового года. Но как только их отдел одним из первых вышел после новогодних праздников, Виктору позвонил генеральный и сказал, «Ничего не знаю, но готовь приказ о переводе Луизы в третий филиал. Она там нужнее. Пусть выправит, что успели другие накосячить». «Простите вы о чем?» – изумился Виктор. «Луиза работает у нас меньше года. Куда ей в другой филиал переводиться?» «Ты слишком много болтаешь», – раздраженно бросил генеральный. «Тебе сказано готовить приказ. Вот и делай». Совет директоров решил сменить руководство третьего филиала, и Луиза получила одобрение от всего отдела продаж. Ее рекомендовали к повышению, так что ищи другого человека на ее позицию. Виктор был рассержен не на шутку. Все его планы сойтись с Луизой оказались под угрозой, и он решил не терять времени даром. Пока оформят все документы, пройдет не меньше недели, времени мало, но все же есть, а его задача – успеть уложиться, точнее уложить ее. Остальные сотрудники весть о повышении Луизы тоже встретили с огромным удивлением. Больше всего их озадачил не факт повышения сотрудницы, а то, что Виктор остался с носом, несмотря на все свои ухищрения. «Ну что я вам говорил, с победным видом Антип оглядел коллег, сидевших с мрачными лицами. Я же чурил, что она не так проста, как кажется, и я оказался прав». «Ненавижу, когда ты так говоришь, прорицатель хренов», – буркнул Николай. Он был очень недоволен тем обстоятельством, что из-за Луизы проиграл половину своего месячного оклада Антипу. Виктор не справился с задачей соблазнителя ни через квартал, ни через полгода, а он, как дурак, решил на это спорить. Тем временем Луиза с удивлением изучала письмо, полученное ею по электронной почте от Виктора. «Дорогая Луиза, я давно хотела вам сказать, что вы мне очень нравитесь с момента нашей первой встречи. До сих пор не могу себе простить, что не посмел к вам подойти и поговорить о своих чувствах. Прошу вас, давайте встретимся сегодня после работы в ресторане «Оскар» в 7.30 вечера с искренней надеждой на то, что я растоплю лед отчужденности между нами. Ваш Виктор». Женщина не понимала, с чего бы ее непосредственному руководителю проявлять к ней интерес. Насколько она видела, он был слишком любвеобильным и не воспринимал личные отношения всерьез. А такое письмо стало для Луизы полной неожиданностью. Она попалась в ловушку женского любопытства и решила пойти навстречу, чтобы узнать, чего на самом деле от нее хочет Виктор. Все было слишком похоже на игру, но какую этого даже Луизы с ее аналитическим умом не могла понять, потому что, ей раньше не приходилось сталкиваться с чем-то подобным. При виде Луизы, идущей в своем темном пальто навстречу ему, Виктор радостно вскочил. Глазам своим не верю. «Вы пришли, а я даже не надеялся». «Если не надеялись, зачем вы здесь?» – спокойно проговорила женщина. И молодой начальник почувствовал себя неловко. «Я давно положил на тебя глаз», – внезапно проговорил Виктор, садясь рядом с Луизой, делая попытку обнять ее за плечи. Его нескромный хищнический взгляд сразу дал понять Луизе, что она сделала ошибку, придя в ресторан. Только слепой мог не увидеть того нескрываемого вожделения, с которым он смотрел на нее. Луиза решительно поднялась из-за стола. «Извините, Виктор, мне пора». «Куда это ты? Раз уж пришла, посиди, пообщаемся», – развязно проговорил мужчина, цепко хватая ее за руку. «Ты способна вот так разбить мне сердце и уйти, не дав мне ничего взамен? А я ведь ночами не спал, думал о тебе. Решился пригласить, объясниться, а ты из себя монашку недотрогу строишь». Судя по поведению Виктора, он уже успел достаточно принять на грудь. Официант и администратор зала нерешительно замерли при виде этой сцены, а Луиза обратилась к ним за помощью. «Пожалуйста, вызовите мне такси и помогите уйти, этот человек пьян и ведет себя неадекватно». «Что ты сказала, стерва? Кто здесь неадекватен?» Виктор резко дернул Луизу на себя, сидя за столом, и женщина упала на колени. Официант подбежал к ней и помог подняться. А Виктор начал глумливо смеяться. «Ну и зачем ты ее поставил на ноги? У нас бы сейчас был потрясающий сеанс любви». Луиза заметила, как на руках официанта сжались кулаки и приняла решение уйти, пока не произошло более серьезного столкновения. «Спасибо, молодой человек. Мне нужно идти. Проводите меня до машины». Официант, бросив гневный взгляд на Виктора, который сидел развалившись на своем месте, вывел посетительницу на улицу и сказал, «Девушка, простите за этот инцидент. Он раньше так себя не вел, если честно. Вам действительно лучше уйти, пока он дело не натворил». Луиза кивнула и села в такси, после чего поехала к себе. Обнимая соскучившихся по ней за день детей, она думала о том, как была глупа, приехав на ту встречу, чего она ждала от человека, который большинство своих подчиненных ни в грош не ставил. Хорошо хоть разбитой коленкой отделалась, подумала Луиза и потерла ушибленное место. Выходит, официанты его тоже хорошо знали, раз говорят, что раньше он так себя не вел. Интересно, почему? Ответа на этот вопрос не было. И женщина постаралась выбросить из головы прошедший вечер. На следующее утро Луизу в офисе встретили оглушительные аплодисменты, так что она даже растерялась. «Луиза, поздравляем с повышением, тебе предлагают возглавить третий филиал, поприветствуем нового руководителя». Виктор особенно старался выглядеть радушным и счастливым, но опытный наблюдатель легко бы понял, что его поведение не вполне естественно. Луиза это скорее почувствовала, чем осознала, и уже через минуту Виктор через секретаршу попросил женщину подойти в его кабинет. «Ой, что будет?» На лице администраторши было написано предвкушение, что заставило Антипа скривить недовольную гримасу. «Вера, своим делом займись», – проговорил он. «Какая кому разница, что будет?» Луизу повышают, а нам тут сколько лет сидеть, как рабам на галере, одному богу известно. «Кто тебе мешал подать на ее должность?» – едко поинтересовался Гена. «На ее должности никто не задерживается, всех увольняют, заколдованная потому что», – со смехом проговорил Антип, и все согласились. «Это уж точно, со всеми что-то происходит, только для нее это оказалось стартовой площадкой». Виктор сделал вид, что вчера ничего особенного не произошло. Луиза даже подумала, что он настолько перебрал, что не может вспомнить. А раз так, зачем ему напоминать? Приняв его правила игры, женщина приготовилась слушать про свою новую работу, как Виктор вдруг ни с того, ни с сего начал. «Давай начнем все сначала. Я все думал, что я просто тебя хочу, но я был неправ. Как ты думаешь, почему я вчера был в таком состоянии? Потому что мне было больно. Больно от того, что ты уйдешь и даже не вспомнишь обо мне». Он приблизился к Луизе и посмотрел ей в глаза, «Не держи на меня зла. Я сам не свой, когда вижу тебя». Та смотрела на него широко раскрытыми глазами, но тут же опомнилась, когда почувствовала его руки у себя под юбкой. Луиза вскочила и влепила пощечину. «Немедленно уберите от меня свои руки, я напишу на вас жалобу». Виктор ухмылялся, и его понимающая улыбочка не вызывала никаких приятных эмоций. «Ты сделаешь все равно, что я хочу. Я не привык, чтобы мне отказывали. Здесь почти каждая моя бывшая любовница. Пусть на одну ночь, но почти каждая. А если не захочешь быть ласковой со мной, пожалеешь». Бросив на нее угрожающий взгляд, Виктор продолжал тем же мерзким мягким тоном. «Ты все равно сделаешь по-моему. Если нет, тогда жди тонну дерьма в свой адрес. Я просто так отказа не оставляю». «Я вас услышала», – Луиза говорила голосом, который ей самой показался чужим. «Не переоцените свои силы, Виктор. Не все может идти так, как вы хотите». «Посмотрим», – хищно осклабился начальник. «Я буду следить за каждым твоим шагом, стерва, и заставлю прогнуться». Луиза молча вышла и прошла в свой кабинет. Ей нужно сегодня привести все бумаги в порядок, чтобы новый сотрудник, поисками которого был занят отдел кадров, сразу мог влиться в работу. Однако слова Виктора заставили женщину задуматься, почему тогда все молчат, почему ему с рук сходит такое обращение с людьми, которых с таким профессионализмом явно не на помойке нашли. Подумав, она начала печатать письмо. Работа на новом месте пришлась Луизе по нраву, а коллектив сразу зауважал ее за готовность к сотрудничеству. Однако это не означало, что можно было пинком открыть дверь ее кабинета и войти без приглашения. Луиза умела находить баланс между дружеским и официальным общением. Она почти забыла об угрозах Виктора. Однако он сам напомнил ей о себе, когда поставил под сомнение предоставленные ею проекты на общем собрании руководящих работников. У него ничего не вышло, но по лицу мужчины Луиза видела, что для него это ничего не значит. Он был готов к такому повороту событий, а это означало, что Виктор не отказался от своих намерений относительно Луизы. Однако и новоиспеченная начальница была не лыком шита. Она встретилась со своими бывшими коллегами из отдела, которыми продолжал руководить Виктор, и предложила поделиться информацией. «Поймите, я это делаю не столько ради себя, сколько ради нас всех», – Луиза обвела взглядом присутствующих. «Такой человек, как Виктор, ни перед чем не останавливается. Почему у него такой мощный домкрат, несмотря на то, что работает он так себе? Просто Витя – единственный племянник одного из инвесторов. Слава Богу, не самых крупных», – послышался голос Надежды Александровны. «Знаете, он склоняет женщин к связи только ради того, чтобы ловить на себе целый день их испуганные взгляды. Значит, он просто трус, причем не только в плане физическом, но и моральном, использует свое служебное положение. Но почему тогда жертвы молчат? Потому что эта скотина во время встречи что-то подмешивает в напитки. Вмешалась в беседу Катя, от которой после истории с Виктором отказался муж. Он прилипает, как клещ, требует встречи с глазу на глаз, а потом подмешивает какую-то гадость. Я, например, пришла в себя во время этого процесса, а он поставил камеру, чтобы все было на виду. Он такое мне показал на записи, что я хотела наглотаться таблеток. Катя, не выдержав, разрыдалась. Луиза не стала молчать. «Нам нужно привлечь Виктора к ответственности. Я хочу сделать это без шантажа и камер, но мне нужны данные про все, что вы знаете. Куда ходит, как проводит время, с кем общается. А что ты собираешься сделать?» Женщины с Надеждой смотрели на Луизу. «Я вообще-то аналитик», – загадочно улыбнулась та. «Мне не составит труда связать одни данные с другими». Луиза наняла молодого человека, который помогал ей собирать досье на Виктора. Вскоре в их компании произошел невиданный скандал. В прессу просочились данные по поводу неподобающего поведения одного из руководителей крупных отделов, который к тому же приходился родственникам кого-то из инвесторов. Установлено, что гражданин Виктор А, занимающий должность главы отдела аналитики, занимался лоббированием интересов и открытием нелегальных казино. Кроме того, он сам был игроманом и числился почти во всех игорных заведениях, как должник. Несмотря на это, Виктор А продолжал вести роскошную жизнь и активно злоупотреблял своим служебным положением. Стало известно, что он склонял к интимной связи работавших с ним в одном отделе женщин-подчиненных и шантажировал их видеозаписями, на которых он вступал с ними в интимную связь. Жертвы предпочитали молчать и отдавали запрашиваемые Виктором А суммы на его ставки в казино. Более того, мужчина брал деньги из резервного фонда компании на свои личные нужды. Объявлено, что до выяснения всех обстоятельств расследования по факту присваивания крупных сумм, Виктор А отстранен от занимаемой им должности. Уже через четыре месяца весь отдел ликовал. Викторы посадили. Да кому понравится, если берешь человека на работу, а он в твой карман залезет. Сделал для всех вывод Николай. Спустя два года отдел аналитики снова был в эпицентре событий. Вместо назначенного временного начальника пришел новый. Им оказалась Луиза. «Дорогой, скоро буду дома», и Луиза позвонила своему новому супругу, Вадиму, с которым познакомилась на бизнес-конференции. Они встречались два года, прежде чем приняли решение жить вместе. Дети Луизы охотно называли отчима папой, чем тот был очень горд. У него не было детей и не могло быть, хотя он всегда мечтал о дружной семье. Встреча с Луизой заставила его задуматься о смене семейного статуса. И спустя два года после знакомства Вадим решился сделать любимые предложения. Втайне он опасался, что не сможет найти общий язык с ее детьми. Но его страхи оказались напрасными. И теперь Вадим с удовольствием делал уроки вместе со старшим сыном, Вовой. Луиза, которая боялась, что после смерти первого мужа никогда не сможет полюбить, обрела свое счастье с Вадимом. Продолжение следует...